Меня зовут Дарья Казакова. Мне 18 лет. Я учусь в университете Тьянсу в Китае. Сейчас мы начинаем изучать китайский язык абсолютно с нуля. То есть мы начинаем проходить пенинь. Это транскрипция китайских иероглифов. Основы фонетики и самые базовые иероглифы. Мне нравится. Ну, китайский я изучаю уже на протяжении двух лет, поэтому это уже для меня не в новинку. Но, тем не менее, очень интересно пройти все это заново и повторить те моменты, которые я, возможно, при своем обучении дома упустила. В Китае я уже не первый раз. Я прошлым летом там была. Мне безумно понравился Китай. Я ездила разведать обстановку, посмотреть на культуру, на самих людей. И мне безумно понравилось. Я еще больше утвердила своем желании учиться в Китае. Я ожидала худшего. Потому что те, кто здесь приехал до меня, они начали скидывать фотографии, начали писать кучу жалоб. Я приехала, и я этих жалоб на самом деле не разделила. Единственная претензия – матрас жестковат. А все остальное есть. И мне кажется, у нас в России условия, ну, в общежитиях гораздо хуже. Да, я уже обжила свою комнату. Я плед купила, подушечку купила. Я купила вазу для фруктов. Фрукты теперь постоянно покупаю. Крючки повесила. На крючке всякие ништяки. Отвлекает немного. Здесь достаточно большая программа. Здесь и спортом занимаются. У них есть какая-то своя волейбольная, баскетбольная команда. Танцами они здесь занимаются. Языками, рисованием. Ну, вот по вечерам мы с подругой ходим бегать. Вот по вечерам часов 7-8. Их очень много. На стадионе бегают китайцы. Они играют в баскетбол. Я думаю, где-то две пары, то есть четыре урока. Иногда чуть больше. Вторник самый загруженный день. Мы учимся с 8 часов и до 5.30. Есть перерыв на обед? 2 часа 10 минут. А так вот вторник самый тяжелый день. Учителя очень приветливые. Объясняют все доходчиво. Если мы чего-то не понимаем на китайском языке, они объясняют нам это на английском. Они нам объясняют это и еще раз, и еще раз. И до тех пор, пока как бы каждый из нас это не поймет. Нас встретила девушка с табличкой CCN. Если бы я приехала одна, я бы, наверное, сама не смогла бы добраться. Паника взяла бы вверх. Поэтому то, что встретили, это большой плюс. Сейчас у меня проблем ни с проживанием, ни с учебой нет. Поэтому я вот ни с кем не связалась. А до отъезда на любые малейшие вопросы мы все время звонили, мы получали ответы. Это я говорю об Анастасии Шрам. Очень приятная девушка, очень приятное в общении. Отвечала на все вопросы. Именно она меня все-таки убедила пойти на Паридвуз. За что ей большое спасибо. Так что, наверное, во многом именно благодаря ей я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»